Мы в предвышленных детелях. Приехала Лера за вами. Она сняла нам машину. Вот машина, которую мы сняли. Сейчас я вам расскажу чуть-чуть подробнее, как это было и что нужно для того, чтобы снять машину в Дубае и сколько это стоило. Мы очень много раз снимали машину в Америке и всегда в приличных rent-a-car дают машину с полным баком. Здесь же нам дали машину с 25% бака и сказали вернуть так же само. Вот Лерка с Red Bull. Поэтому мы сразу же заехали на заправку заправляться. Полный бак. Сейчас я покажу вам, как мы заправляемся и скажу, сколько это примерно стоило. Но имейте в виду, что это я не полный бак сейчас заправляю, а 75% нашего бака. Я не знаю, сколько это за стритов. Сейчас все узнаем. Вы даете вашу карточку человек. Сколько мне объяснили? Full trying, please. Full, yeah. Great card. After filling. What? After filling. After filling. After filling. Что только делать. Получилось 72 дирхана. Это 75%. Это 20$. Это 20$, да? Ну вот, 20$. Ну, будете кататься несколько дней. А в Америке? Тебе не Америка, брат. Здесь нету корсита. Приходится лежать. В Америке тоже дешевый бензин. Движение в Дубай по сравнению с украинскими городами, конечно, сложное. Но так как мы много ездили в Америке, то это нормально, да-да? The same. Вообще все абсолютно то же самое, да. Ничего, в принципе, сверхъестественного. Вот мы сейчас едем на пляж. Даже проще, потому что здесь есть знаки. Понимаешь? А в Америке что нету знаков? В Украине нету знаков. В Америке нету. Нет, в Америке письменно. Понимаешь? Там пишется знак. А здесь изображение. Окей. Вот с нами еще баба. Она здесь уже живет 15-й год. Развелась уже с четырьмя шейхами. Ждет пятого, пока он подрастет. Развелась с четырьмя шейхами. Нас бы на вертолете уже туда вывезли. На персональном. Так а зачем за нами такое сопровождение, посмотри? Сзади 700 автомобилей. Еще анти-пиарик, дубай. Так нам пофиг. Нам тут главное правда. Нам, ты думаешь, самим здесь сильно нравится. Ужас просто. Отвратительно. Не, ну симпатично здесь. Правда люди не очень. А тебе что здесь не нравится? Не, ну как бы не хватает такого ощущения какого-то целого города. Я не знаю. А, то что он разбросан? То что он разбросанный, да. Все так как-то. Не погулять. Вот в этом плане как-то нормального такого нету. Просто ты любишь гулять десятками километров. Я люблю десятками километров. То есть у тебя километр прогулки, это что это такое? Это минимум. Видимо, ты только просыпаешься с километра, да. Я помню. Ребята, еще хочу сказать по поводу съема машины Car Rental. Будьте очень аккуратны с этими ребятами, которые задают вам машину. Потому что мы, например, сейчас сдали машину и у нас было несколько инцидентов с ними. Во-первых, они просто тыкают пальцем на какие-то цифры и говорят, что платить вот это. Хотя, на самом деле, мы договаривались абсолютно о другой цене. Кроме того, потом, когда мы уже оказались, что в контракте написано, что 110 в сутки, 110 дирхам в сутки, они еще пытались нам привезти 40 дирхам за мойку машины. Еще он пытался снять деньги за то, что мы слишком много километров проехали. На самом деле в контракте было написано, что мы можем проехать 400 километров в сутки. Естественно, мы не проезжали 600 километров в сутки. Потом, что он еще пытался снять? Он взял свои денежки за платные дороги. Это так нужно было. Когда вы сняете машину, с вас возьмут деньги за платные дороги. Еще потом, в конце, он реально у нас на каждом штуке пытался обручить. Мы с 12 сняли машину, а там уже было с 7 утра. Да, он нам приплел некоторые платные дороги, которые были до того времени, только мы сняли машину. Потом, когда он давал сдачу, нам тоже на какие-то 20 дирхам пытается обмануть. То есть на каждом штуке. Конечно, хочется верить, что просто он не выспался и все перепутал. Но на самом деле это не так. Поэтому будьте очень аккуратны и воспользуйтесь нашим опытом. И имейте в виду, что здесь люди тоже обманывают и пытаются заработать по каждому штуку. И вытащить с вас каждую-каждую копеечку. Смотрите, хотел вам рассказать немного по поводу передвижения. Мы попробовали почти все виды транспорта. Здесь осталось еще метро попробовать. Но, как нам сказали местные жители, что метро это такое больше развлекательное, чем ускоренный вид транспорта. Здесь метро останавливается каждые 100 метров. Оно надземное. В принципе, интересный вид. Ну, мы попробуем просто так для развлечения. Вот. Но мы попробовали здесь автобус. Автобус общественный я видел, мы не ездили на нем. Я видел, что он такой полупустой. А вот автобус, который идет бесплатный от отеля, ну, это был кошмар, если честно. Хоть это и Эмираты, но ощущение, что мы где-то были в селе. Причем в таком не райцентре, а таком глухом. Потому что автобус как будто пришел один раз за два месяца и последний, и все должны влезть. Влезли все на голову. Сидели даже между, в проходе между креслами. Устроили там алалай сумасшедший. Вот это был наш первый раз. Мы попробовали. Больше мы не ездили. Поехали сняли машину. Машину мы сняли в таком, как сказать, в кустарном месте. Не у мировых компаний, потому что Наташа забыла свои права, во-первых, канадские, а у меня нету американских, я их не успел сделать. Во-вторых, у нас не было с собой кредитной карточки, а нужна именно кредитная карточка, не дебетная, а именно кредитная для того, чтобы снять. Поэтому нам пришлось пойти и снять в обычной компании. Мы, кстати, дали 200, да, да, нужна кредитная карточка для того, чтобы они у вас сняли депозит. Ну, за то, что вдруг, впоследствии, когда вы уедете, через пару дней, через 2-3 дня, через неделю придет штраф какой-нибудь за нарушение правил дорожного движения. У меня, кстати, в Майами сняли штраф через полгода, через полгода сняли, да, такой, по-моему, 250 или 70 долларов. Вот, здесь берут, с кустарных этих компаний берут депозит наличными, ну и потом через 2 недели наличными отдают. Просто у нас здесь есть друзья, которые нам через 2 недели эти деньги отдадут и переведут. Вот, поэтому имейте в виду, что если хотите взять машину, то депозит вы получите через 2 недели. Как-то договоритесь сразу, исходя из этого. По поводу вождения. Реально, вы должны быть очень спокойным водителем, ну, спокойно воспринимать ситуацию на дороге, потому что, потому что они ездят неплохо, я вам скажу, неплохо, хорошо управляют машинами, но непредсказуемость каждые 2 минуты. То есть, каждые 2 минуты кто-то так вычудит, кто-то так вас подрежет. И это не считается у них подрежет, это они так перестраиваются. Здесь очень широкие дороги в большинстве своем, там по 5 полос, по 6. Они перестраиваются с одного крайнего в другой, вообще не глядя. Они просто, где даже нет места на машины, вытормаживают со всей силы, со всей силы давят на газ. В общем, в принципе, ездить не сложно. А навигатору доверять сложнее, потому что здесь дороги строятся и меняются, наверное, намного чаще, чем обновляется этот навигатор. Мы попали так несколько раз в непонятную ситуацию. Проезжая, навигатор вам показывает прямо, а там уже стоит забор и по-другому поворот совершенно. Вот, поэтому будьте готовы, чтобы рядом с вами был человек, который быстро исправит ситуацию на навигаторе. Потому что он не перестраивается здесь почему-то. Вот, по поводу, по поводу сим-карты еще. Советую вам в первый день купить сим-карту здесь компании Du. Их здесь две. Вот компания Du просто более или менее недорогая. Вот, в первый день, максимум второй день. Если не купили, то уже как бы и не надо. Пользуйтесь своим роумингом. Мы в первые пару дней не успели, хотя это всегда делаем в каждой стране, куда приезжаем. Мы не успели, что-то там не срослось. И мы пользовались роумингом, потратили мы где-то на интернет. Вообще просто, ну, как бы так. Ничего особо там, никуда не смотрели, ничего не обновляли. Потратили мы на интернет 600, да? Нет, больше. Где-то 800 гривен. Это по курсу сейчас 30 долларов примерно так. Ну да, а карточка сколько стоит? Карточка стоит здесь 10 дирхам. И пополнить ее надо на 1, чтобы был 1 гигабайт, 1 гигабайт интернета. И еще на 100 дирхам. То есть... Это и есть 30 долларов. Да, это и есть 30 долларов, да. Но у вас будет 1 гигабайт, как бы и... В принципе. А мы где-то подратили за 800 гривен 700 мегабайт? Нет. Нет? Нет. У нас 100 мегабайт стоит 60 гривен. То есть... Если мы подратили 800 гривен... А, да, да. 700, 800. Ну в общем просто, когда у вас местная связь, как бы тут и в магазинах легче, вас везде спрашивают там. Ну и везде, если вы где-то договариваетесь, звонить куда-то и... Ну просто легче как-то. И когда у вас... Просто подсознательно легче, мне кажется, чем каждый раз с вас снимают эти непонятные... Непонятные 100 мегабайт. Не закончились они, ночью у тебя с тебя их сняли. Случайно... Не надо было случайно... Там открыл телефон, у тебя что-то обновилось, и у тебя опять их сняли. Вот, по поводу такси. Здесь такси, когда вы садитесь, на счетчике у них уже стоит 5 дирхам. За то, что вы сели. У особо хитрых таксистов стоит 7, 12 дирхам. Вы садитесь там, где стоит 5. Возле молов, как правило, очень большое скопление таксистов. Вы можете пойти сесть, посмотреть куда вам удобно. Ну это не... Такси, в принципе, нормально. Здесь не настолько оно прям незавышенные цены и нормально оно стоит. Но я советую все равно все же брать Карен. Чувствуйте себя спокойно. И если вы с ребенком путешествуете, у вас всегда будет в машине куча всего запасного для ребенка. Куда вы с собой в такси и в мол не возьмете ничего этого. Вот. И не возьмете с собой это в автобус. А так, как бы, в машине, в своей... Ну, в своей машине, это в своей машине. И вы можете развернуться с одного места, поехать в другое. Если у вас что-то экстра, вы можете как бы быстрее среагировать. Вот. Ну, мы взяли, в принципе, попробовали, взяли недорогую машину. Может попробуем, сейчас возьмем кабриолет. Хотя здесь на кабриолете никто не ездит. Я очень много крутых тачек, ну, кабриолетов я видел вообще единицы. Разные видел машины, какие только хочешь, но кабриолетов почти нету. Разом там все голову натыкает. Ну и что? А где на кабриолете ездить? Там, где зима? Там, где солнце светит снизу? Из-под колес? Напекает, шапку одевает. Кабриолет для понтов, классный. Хорошо? Хорошо?